Начиная со второй половины 18 века в социально-экономическом положении страны стали происходить большие изменения. В деревне активно развивались товарно-денежные отношения. Это способствовало расслоению среди крестьян и имущественному неравенству. Шло развитие ремесленного производства. Многие княжества стали создавать у себя мануфактуры. Одновременно энергично развивала свою деятельность купечества. Но это, в свою очередь, еще больше обостряло отношения между купцами и крестьянами, теми крестьянами, которые были заняты в сфере товарной экономики. Поскольку купцы в это время начинают объединяться в гильдии, так называемые кабуна-кома, определенные монопольные объединения, и с помощью них начинают диктовать цены на закупку сельскохозяйственных продукций. Кроме того, в этот период на страну обрушилось целый ряд стихийных бедствий. Землетрясения, наводнения, тайфуны, что приводило к неурожаям, голоду и, как следствие, к волнениям крестьянской городской бедноты. В 1786 году произошло 57 крестьянских выступлений, а в 1788 году уже 117. Мощные городские бунты сотрясали главные города страны Эда, Осака и другие. Финансы были расстроены, казна была пуста, с самураем все чаще задерживали выдачу рисовых пайков, и они были в серьезных долгах у ростовщиков. Бегство крестьян из деревень и княжесть снижали доходы даймё, и появился даже такой термин, как пустующие деревни. Что касается властей, то для второй половины 18 века было характерно взяточество, казна красного, роскошь, господство фаворитов, как при дворе сёгуна, так и в большинстве княжеств. Все эти характеристики можно отнести ко времени правления двух представителей клана Токугава, это 9-го сёгуна Токугава Иешиге и 10-го сёгуна Токугава Иехару. Страна нуждалась в скорейшем проведении реформ, и в конце 18 века попытка таких реформ была предпринята. Реформы Гату в конце были проведены во время правления 11-го сёгуна династии Токугава Иянари. Иянари носил титул сёгуна дольше всех остальных, правда нужно помнить, что сёгуном его прогласили, когда ему было всего 13 лет. Регентом при малолетнем сёгуне был Мацудаэра Саданобу, который фактически и правил с 1787 по 1793 года. Он был выдвинут представителем боковых ветвей дома Токугава, поскольку являлся кровным родственником Токугава, семьи Токугава, и происходил из того же дома Мацудаэра, что и первые сёгун династии Токугава и Ясу. Кроме того, учли и тот факт, что Саданоба, управляя княжеством Щеракала, который находился в северной части острова Хонсю, в тяжелые 80-е годы 18 века сумел добиться некоторого улучшения финансового положения, в основном за счет введения политики крайней бережливости. В период своего регентства Мацудаэра Саданобу проводит так называемые реформы годов Кансей. При их проведении за образец были взяты реформы годов Кёха. Мацудаэра, как и Щемене, стал проводить политику экономии и сокращение государственных расходов. Он строго наказывал чиновников, виновных во взятничестве и одновременно наказывал тех, кто эти взятки давал. Он обязал купцов, кредитовавших самураев в счет рисовых пайков, снижать взимавшиеся при этом проценты. Он также обложил Даймю специальным налогом в пользу Бакфу и заставил их создавать рисовые запасы на случай неурожая. Чтобы избежать новых крестьянских волнений, Мацудаэра несколько улучшил положение крестьян. В частности, он облегчил и частью даже отменил трудовую повинность крестьян в отношении государства. А также старался улучшить ирегационные и дренажные системы, развивать сельское хозяйство и другими способами. В интересах Даймю он в 1790 году издал указ о возвращении в деревни крестьян и, в частности, из Эда. Еще до этих реформ в 1788 году власти Бакфу пытались наладить более тесные связи с богатыми купцами Эда. Они надеялись использовать их средства и отдать в их введение рисовый и денежный рынок. Вряд ли реформы году в конце можно назвать успешными. Бакфу лишь временно отдалило свой конец, а о развитии кризиса в японском муществе свидетельствовали уже многие признаки. Помимо того, что начал поднимать голову императорский двор, который до этого не имел долгое время никакого влияния на государственную политику, Бакфу стало терять свой авторитет и свою былую силу. Нарастали проблемы в области сельского хозяйства, постоянно лихорадила финансы, падал моральный и в войске дух воинского сословия самураев. Появилось множество ранее самураев, потерявших по тем или иным причинам своего хозяина. Они составили своего рода паразитический слой, охотно принимавший участие в бунтах и восстаниях. Мацудару Саденому удалось сбарансировать бюджет Бакфу, но его политика вызвала нарекания и недовольство со всех сторон. Все были недовольны. Купцы были недовольны, что Бакфу препятствовало спекулятивным сделкам и принудительно списывало долги Хатамута и Гокинин. Дами были недовольны дополнительным налогом. Кроме прочего, у Мацудара Саденому образовалось большое количество недругов среди тех, кого он наказал за коррупцию и уволил с государственной службы. Все это привело к его отставке из поста правительства в 1794 году. Что касается самого Янари, то его правление, личное правление, не было отмечено какими-то примечательными действиями. Он в основном занимался своими личными делами. Тяжелым бременем на бюджет ложилось содержание его 55 детей и 40 наложниц, а также многочисленных придворных и других родственников. Он умело пристроил своих сыновей и дочерей в дома даймел, установил дружеские отношения со многими из них путем политических сделок и с неподражаемым мастерством создавал родственные связи через браки, усыновления, обмен наложниц и подарками. Кумовство, коррупция, финансовое злоупотребление не способствовали политической стабильности. А в 30-х годах XIX века случился страшный голод, так называемый голод годов темпа, в результате которого резко сократились доходы БАКФУ. И тогда правительство прибегает к испытанному средству порчи монет, что вызывает инфляцию и наносит серьезный вред денежному обращению. Все это способствует усилению в стране антисегунских настроений. В период правления Сегуна Янари продолжилось распространение западных знаний, особенно голландской медицины. В 1823 году в голландское торговое представительство на острове Деджима прибыл немецкий врач, фильм «Франц фон Зиббельт», который начал обучать японцев в медицине и естественным наукам. Однако с ним случился инцидент, который обернулся большим бедствием для сторонников голландской науки. Перед возвращением на родину в его багаже нашли карту Японии, подаренную ему ученым Токахащико Геясу. Зиббельта арестовали, а на следующий год выслали за пределы страны. Токахащико Геясу также был арестован и впоследствии умер в тюрьме. Конец XVIII – начало XIX века было тем временем, когда западные державы пытались завязать отношения с Японией. В 1793 году в Японии прибыло первое русское посольство во главе с Адамом Лаксманом. России тогда удалось добиться того, чего не удавалось другим западным странам. Японцы согласились принимать одно русское судно в год в порту Нагасаки. Посольство Лаксмана вернуло на родину двух японцев – Кудаю и Исакичи, которые оказались в России в результате кораблекрушения и некоторое время прожили на территории Российской империи. На их допросе присутствовал сам Сёгуны Янари, который задал им большое количество вопросов. Однако тему попыток открытия западных стран Японии мы оставим для отдельной темы, для отдельного рассказа. А подводя итоги правления Сёгуны Янари, скажем, что период пребывания Янари у власти был периодом созревания предпосылок для реставрации императорской власти в Японии. Впоследствии в период правления последних трёх Сёгунов Токугава все те проблемы, которые обострились в период правления Янари, только усилились. Сёгунов Токугава